Конкурс лучший по профессии среди молодых электромехаников электрического цеха проходит уже на протяжении 5 лет. В целях соблюдения социальной дистанции единовременно в кабинете находятся 4 кандидата. Двое выполняют практическое задание, двое отвечают на теоретические вопросы. На каждую часть дается по 25 минут. Хороший электромеханик должен отлично знать правила охраны труда. Вопросов по этой теме в теоретической части много. Кроме этого, вопросы по профессии. А вот практическая часть с каждым годом становится сложнее. По практической части каждый год что-то новое. Идем на совершенствование его, потому что практически молодежь не меняется. Усложняем задание по практической части. На сегодняшний день у нас программирование логического модуля. Будет задание более сложное, чем в прошлом году. В этом году в конкурсе принимают участие 10 человек. Один из них – Артем Загороднюк. Работает на Северском трубном заводе почти 5 лет и уже четвертый раз принимает участие в этом конкурсе. В прошлом году стал победителем. Профессия электромеханик стремительно развивается. И теперь уже необходимо владеть навыком программирования. Поэтому постоянно нужно учиться и участвовать в подобных конкурсах, считает Артем Загороднюк. В прошлом году тоже задание было связанное с логом. Нужно наладить связь. Допустим, вот мы пишем программу на ноутбуке. И потом эту программу мы заливаем в лога. И он уже в соответствии с тем, что мы напишем, будет выполнять конкретные функции. По итогам конкурса лучшим электромехаником стал Илья Лопаткин. Второе место занял Сергей Минеев. А замкнул тройку призеров Артем Загороднюк. Специалисты получают семейные путевки на базу отдыха «Трубник», а также денежные премии. А еще профессиональный опыт, который очень помогает в повседневной работе электромеханика. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11 канала.